Что раз там внутри пустота, а это небесное тело, которое мы называем луной, дало трещину и от него откололся кусок, то чисто гипотетически, что если луна это некое яйцо? Люблю, когда я прав. Не, наверное, всем нравится, когда они оказываются правы, но блин, как круто, что я был прав. Хоп, хей, ла-ла-лей, новости смотри от клей! Что показали, потому что очень мало там совсем лора, но тем не менее, из того, что мы видим, у нас Чарли стремится что-то, по всей видимости, пробудить, что живет в луне. А живет в луне реально какое-то существо, потому что там виден глаз, и это так очень круто, что я почти два года назад, да, предугадывал вот эти действия от клей. Это меня очень радует, что я могу вот такие вот точечные некоторые моменты все-таки предугадать от клей. И вот, 5-го числа, но у нас это будет не в среду, 5-го числа в Канаде, у нас это будет с среды на четверг, то есть примерно в четверг, ждите каких-то новостей, выходит заключительная бетка, из бетки, точнее, обновления Return of Them, что расскажет нам заключительную историю их возвращения. Кто такие они, что за возвращение и так далее. Мы, в принципе, кусочек этой бетки уже видели, когда у нас появляется лунный чемпион. Но если на этом все закончится, что это действительно их возвращение, это лунный чемпион, я делал предположение, что, скорее всего, это король, и я сейчас объясню какие-то свои предположения, я надеюсь, вы поймете. Дело в том, что с простого смертного корона вряд ли бы упала, то есть он является явно владелец этой короны, да, или, по крайней мере, он ее стережет, да. Ну и немало важен тот факт, что во многих первобытных или каких-нибудь таких строгих общинах обычно брал власть тот, кто являлся самый сильный. А кто является самый сильный? Чемпион. Ну, соответственно, логика в моих размышлениях есть, что он, скорее всего, чемпион, а-ля король, а-ля владелец этой короны, ну и вот так далее. Да, его называют в итоге чемпионом, но какая разница, как назовешь. Главное, что он финальный, по сути, босс. И если он действительно финальный босс всего обновления Return of Zem, это, конечно же, очень круто с одной стороны, вроде бы как, потому что он реально очень мощный, но какие нам это дает ответы по сюжету, пока непонятно. Так что, в принципе, будем ждать конкретно четверга, когда все обновление выйдет. И вот у многих из вас наверняка встал вопрос. А-а-а, подожди, Жень, то есть вот сейчас Return of Zem выйдет, и все, да, Together не обновляется больше. Нет, конечно, так никто не поступит, к эле и не станет, как говорится, убивать несушку, несущие золотые яйца. Зачем, да? И наверняка многие из вас не знают или, возможно, не замечают такой обычной штуки, что на данный момент в игре вообще-то идет три пласта обновлений. Сейчас я объясню. Давайте попробуем визуализировать. Предположим, что вот эта панда, это обновление Return of Zem. Вот она есть, она идет, и она, в принципе, закончилась. То есть все, Return of Zem у нас сейчас закончится, и все. Больше его не будет. Но, никто же не сказал, что после Return of Zem у нас ничего нового не активируется, потому что по логике, в принципе, можно здесь докрутить что угодно. Допустим, назвать обновление что-то, связанное с Вакстафом, как он попадает в этот мир, как ему другие персонажи помогают попадать в этот мир. Потому что, на самом деле, с Вакстафом очень все непросто. И в каком-нибудь отдельном ролике я обязательно объясню, почему он просто так не может взять и зайти в портал и появиться. У него там все очень сложно, я обязательно объясню. Также у нас есть еще обновление, допустим, вот, визуализируйте вот такое. Да, на меня похож. Вот, предположим, это обновление с водой. Отдельное взятое обновление. Они не касаются Return of Zem. Они идут, и были, и еще долго наверняка будут идти. В них входит что? Все, что связано, соответственно, с водой. То есть, там, добавление новых боссов, структур, мобов, каких-нибудь, возможно, островов, лодки, рыбалка. Вот это все, что связано с водой, соответственно. Они все это обновляют и не собираются вообще прекращать. Это будет, есть, и было, и всегда. Это Ленин. Почти что, да? Также еще у нас есть третий вид обновления, который, вот, представьте, вот такой вот. Это у нас называется Quality of Life. Quality of Life, то есть улучшение жизни. Оно идет постепенно, никуда не девается и идет очень давно. Но из последнего, что можно вспомнить, это, допустим, когда обновляли у нас создание миров. Вот менюшку создания миров. То есть, все, что связано с улучшением того, что уже было в игре непосредственно, да, это все связано с Quality of Life. Туда можно, кстати, сюда еще вписать и какое-нибудь улучшение вида скинов старых, перерисовка и так далее. Так что, в принципе, это все еще есть. Итак, мы видим, что у нас есть, получается, три пласта обновлений, которые, одно из которых вроде бы как закончилось, но никто не мешает им сделать новые, чуть попозже, объявления сделать. Это то, что касается у нас обновления Return of Zem. Его завершение, выхода из бетки, сюжет на какой-то арке даже, завершение. И не только это нам стоит ожидать 5-6 числа, но и, конечно же, небольшую халяву от клей. Во-первых, это, конечно же, Twitch Drops. Если вы не знаете, что такое Twitch Drops, если вы не знаете, как их выбивать, поищите на моем канале, у меня есть ролики, уже даже не один, я все это куча раз объяснял. Все там просто и несложно. Из новых скинов, о том, о чем я уже рассказывал, новый соляной шкаф. Да, наверное, многим нафиг не нужен будет этот соляной шкаф, потому что многие его вообще не крафтят. Но, тем не менее, халява, как говорится, и в Африке халява, почему бы и нет. И еще из халявы они, конечно же, сделают скины за вход в игру. Это будут 100% скины, вряд ли это что-то другое будет. Это будут скины на какие-то явно предметы. Но я очень надеюсь, по крайней мере, не на инструменты. Потому что, как по мне, скинов на инструменты в игре и так дофигища уже. Что тут вообще разговаривать, зачем другие скины, если есть невидимые? Ну, соответственно, на инструмент я имею в виду. И я надеюсь, что они сделают скины на какие-то малоюзабельные предметы. По типу, там, я не знаю, эндотермические костер и кострище. Там только на кострище вроде бы есть один скин и все. Почему бы и нет. Но, зная клей, они очень хаотично все делают, на самом деле, в своей работе, связанной с Дон Старп и Тугезер. Потому что у них нет такого, знаете, раз у нас морская тематика, мы все связанное с морем обновляем и какие-то скины вводим. Нифига подобного. Они, вон, кристаллические, лавовые какие-то скины и так далее. То есть, у них все подряд. Да, конечно же, у нас сейчас идет морская тематика, но это не факт вообще абсолютно, что они сделают что-то связанное с морем из скинов. И, соответственно, скорее всего, новые скины какие-нибудь подъедут в шоп. Не точно, не знаю, что там можно будет продавать, но, скорее всего, какие-нибудь обновления для некоторых персонажей, почему бы и нет. Новые шмоточки подъедут. В принципе, наверное, по всему обновлению, которое называется, кстати, Глаз Шторма, мы вроде бы закончили. Вроде бы, на самом деле, на данный момент нечего больше рассказывать. Но что очень важно и интересной информацией, которая наверняка для многих будет, это то, что Клей, наконец-то, официально сделали себе Дискорд-сервер. Дискорд это хорошая платформа для общения. Соответственно, скорее всего, они там будут в первую очередь какие-нибудь новости выкладывать, которые будут интересовать непосредственно фанатов Don't Starve. И, конечно же, наверняка будут специальные комнаты, где вы сможете чуть-чуть ближе быть к разработчикам. И если вы, конечно же, знаете английский язык, то, в принципе, вам туда дорога, там есть наверняка что-нибудь интересное. В принципе, это очень крутая новость и меня она очень радует. Может, они даже когда-нибудь заметят мою переклейку? Я, наверное, рассказал, в принципе, все, что мог рассказать о новом этого обновлении Глаз Шторма и завершении Return of ZM, все, что с ним связано. Поэтому с вас только лайк остается. Вот, можете еще спонсором канала стать. Это тоже очень приветствуется. И, кстати, я хотел вам рассказать об очень интересном канале. Спонсором сегодняшнего ролика оказался внезапно мой второй канал на Ютубе Хобби Нобби. Там есть много летсплеев и интересного контента. Поэтому, если любишь летсплеи, если любишь смотреть на меня, если любишь Ютуб, короче, если у тебя много «если», переходи по ссылочке в описании, там есть, конечно же, мой канал. Много интересного контента. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, до скорого, а главное, не голодайте. Субтитры сделал DimaTorzok